Что можно посоветовать? Какие факторы на это влияют? Разные сегменты чувствуют себя по-разному. Недвижимость. Просто о сложном. Авторская программа Натальи Ашихмины. Доброго времени суток. В эфире передача «Недвижимость. Просто о сложном». И я, и я автор, и идейный вдохновитель Ашихмина Наталья. А сегодня у нас очень интересная тема. И в гостях у меня Анна Клепикова, руководитель управляющей компании «Паритет». Потому что все время каждый из собственников сталкивается в той или иной мере с вопросами, которые можно задать управляющей компании. И сегодня мы некоторые из них обсудим. Анна, первый вопрос. Сталкиваетесь ли вы в своей деятельности со случаями, когда для решения каких-либо вопросов требуются услуги специалистов, таких как кадастр инженера? Если да, то часто. И расскажите самые яркие примеры. Добрый день. Да, конечно, в своей деятельности нам приходится обращаться к кадастровым инженерам, к межевым компаниям по вопросам выноса границ участка на местность. То есть данные вопросы, они возникают в связи с необходимостью определения границ, определения разделения, так скажем, проездов. Бывает такое, что у двух соседних домов один проезд поделен пополам, например. Эти вопросы возникают часто очень при производстве благоустройства придомовых территорий. То есть мы вот в этом году столкнулись с этим вопросом при участии одного из домов в программе формирования современной городской среды. То есть вот эти проекты, которые сейчас на слуху у всех. Да. То есть дом участвует, выиграл. Когда вышли на местность, определяя, значит, где им асфальтировать, оказалось, что часть въезда на придомовую территорию принадлежит не данному дому, а соседнему. То есть для того, чтобы исключить какие-то там моменты, соответственно, были тоже определены границы, у кого какая доля находится данного проезда, и привлечь к данной программе еще и соседний дом. Потому что иначе бы дорога была асфальтирована, можно сказать, на одну треть. Поэтому мы сталкиваемся с этим, но не так часто. То есть это вопросы, как бы они по необходимости возникают. При вопросах у собственников на квартирных домах, либо вот при таких ситуациях. А вот еще скажите, пожалуйста, такой момент. Очень часто жители изъявляют желание устанавливать шлагбаумы на своей территории, чтобы собственники соседних домов не парковались в их дворе. При проведении таких работ нужны ли вам бывают услуги специалистов? Да, конечно. Обязательно услуги специалистов для определения все-таки, где можно установить этот шлагбаум. Но там основное, конечно, это сети, которые проходят по придомовой территории, чтобы никак данный шлагбаум не повлиял на дальнейшую их эксплуатацию. Когда будут ремонтники подъезжать для проверки там сетей, чтобы они не столкнулись с этим препятствием. Спасибо за ответ подробный. Следующий вопрос. Управляющая компания в силу своей деятельности отвечает за техническую безопасность всего дома. В связи с этим встает вопрос о перепланировках жилых и нежилых помещений, которые находятся в этих домах. Мы в силу своей деятельности очень часто сталкиваемся с такими вопросами и, бывает, консультируемся и с управляющими компаниями. Хотелось бы услышать ваше мнение как профессионала. Поддержали бы вы законопроект, если бы в обязательном порядке при проведении перепланировок ввели согласование с управляющими компаниями хотя бы проекта и только после этого уже выходили на получение разрешения на перепланировку? Мы бы однозначно поддержали такой законопроект, так как мы сталкиваемся с данными проблемами в своей работе и достаточно проблематично выявить перепланировку внутриквартирную. Это возможно только при осмотре общедомового имущества, которое находится внутри квартиры и при условии, что данный собственник доступ еще предоставит для того, чтобы произвести осмотр. Если мы такие случаи выявляем, то, соответственно, мы направляем собственнику запрос о предоставлении подтверждающих документов. Также о данных ситуациях нам сообщают соседи. Это самые такие бдительные названия. Бдительные, но опять же они нам сообщают об этом, когда производятся какие-то работы. То есть шумно, слышат, что там ломают стены. У нас тоже выходят специалисты, соответственно, работают с этими собственниками, которые делают перепланировки. Ну и сознательные граждане есть, которые при проектировании, то есть когда они планируют что-то произвести, они тоже к нам обращаются. Мы их консультируем, выдаем алгоритм, как это производится. Но вот это все касается больше, конечно, конструктива. А когда собственники переносят инженерное оборудование, это достаточно проблематично выявить только в результате индивидуального осмотра квартиры. И поэтому, конечно, вот этот законопроект, если бы был такой, что обязательное согласование с управляющей компанией, это было бы замечательно. А вот тогда такой вопрос. Есть ли какое-то профессиональное сообщество? Вот если, например, у нас в кадастре инженеров есть СРО, которые наблюдают за нашей деятельностью, есть ли какое-то такое сообщество в управляющих компаниях? И ведется ли речь, может быть, когда у вас сообщение между собой происходит, чтобы инициировать такой законопроект? Вы можете являться инициаторами? Ну, в принципе, я думаю, что да. Но такой вопрос у нас не поднимался. И тоже поделюсь, так как очень много работаем с перепланировками. Да, у нас, наверное, процентов 80-90 перепланировки заканчивают постфактум, когда идут уже продавать квартиру в ипотеку, и у потенциальных покупателей возникает вопрос или возникает вопрос у банков. Да, я сама, когда делала, например, ремонт ванной, столкнулась с тем, что мы делали это зимой. И когда мы переносили полотенцесушитель с одной стены на другую, пришлось вызывать управляющую компанию, чтобы перекрыли воду. То есть у нас запросили проект управляющая компания. Вроде, что бы такое полотенцесушитель, такой не скажем, вот в моем понимании это не очень значительный элемент, а это все-таки часть целой такой системы водоснабжения в доме. Также вот хотелось бы услышать ваше мнение. Сейчас идет такой своеобразный повышенный спрос на раздел больших квартир, так как дети выросли, и собственникам бывают ненужные квартиры от 100 квадратных метров. И столкнулись с тем, что возникают вопросы как раз по подключению электричества. На домах иногда не хватает мощности. Вот столкнулись тут старый дом. По сведениям горэлектросетей всего 55 киловатт, а в доме там больше 30 квартир, техника, все стоит. И по новым требованиям к нашим квартирам не хватает мощности. Вот что бы вы посоветовали, например, как поступить? Или это больше вопрос инженерный? Я думаю, что, конечно, это больше вопрос инженерный, индивидуальный в каждом случае. То есть если я приду к вашему инженеру, он меня сможет подробно проконсультировать и направить все мои действия в нужном русле. А поэтому, дорогие слушатели, делаем акцент на том, что если вы задумали серьезную перепланировку, которая затрагивает перестройку сетей в вашей квартире, в обязательном порядке придите в управляющую компанию, чтобы потом весь дом не сидел без света или без воды. Да. И еще один вопрос по перепланировкам, поподробнее, может быть, пояснить. Вот так как мы выяснили, требований обязательных нет. Как вы контролируете процессы работ по перепланировкам, особенно когда они затрагивают несущие стены? Может, в практике тоже сталкиваемся, что, например, когда заезжают какие-то торговые сети в Цоколе, первые этажи, и работают не с местными специалистами, бывает, что затрагивают несущие конструкции. Бывали ли случаи такие в вашей практике? Бывали такие случаи в нашей практике. Работали, конечно, мы по данным вопросам непосредственно с собственниками этих помещений. И, естественно, при производстве таких работ мы требуем от людей, которые это производят, решение общего собрания собственников с кворумом 100%. Замечательно. Потому что это реконструкция, это когда у нас идет в том числе даже не несущих конструкций, это уменьшение общедомового имущества, то есть это требует согласия всех собственников. Мы про общее собрание еще немного позднее обсудим. Такой вопрос. Так как в силу законодательства сейчас у нас нет обязательно технической инвентаризации, то есть органами быты, какая была раньше, до 2012 года, и проводилась с определенной периодичностью, которая была зафиксирована определенными регламентами. Сейчас каким образом вы проводите инвентаризацию своих домов? Например, меня как собственника интересует особенно актуальность площадей и мест общего пользования, потому что от этих площадей зависят коммунальные услуги. Каким образом вы это проводите? Ну, в настоящее время инвентаризация как таковая не проводится, так как она, вот как вы правильно сказали, ничем не регламентировано, а проводить инвентаризацию мест общего пользования – это достаточно дорого. И не все собственники даже готовы платить за это. Поэтому мы пользуемся данными, которые у нас отражены в технических паспортах домов. А как быть тогда вот с новыми домами? Потому что мы в силу своей деятельности тоже очень много работаем застройщиками многоквартирных домов. Ну, не быты и негде вам эти данные взять. Вот в каком источнике берете данные вот по новым домам, если они ваше обслуживание поступают? Ну, вероятнее всего, наверное, обратитесь к кадастрым инженерам, которые делали это, и попросите у них там эти же планы домов. Ну, у меня нет такой информации, потому что в нашем жилом фонде нет новых домов. Нету таких домов, да? То есть у нас в основном это старый жилой фонд. Самый новый дом, может быть, у нас там 2018 года постройки. И данные мы получили от предыдущей управляющей компании. Вот, соответственно, где они взяли, тоже как бы большой вопрос. Ну, в этом случае тогда я могу поделиться своим опытом, как мы работаем. Ведь у многих застройщиков есть там свои управляющие компании. И мы, когда им выдаем уже документации для актов ввода в эксплуатацию, мы распечатываем все экспликации, планы, чертежи, то есть все вычисленные площади. И они, соответственно, уже могут пользоваться этими площадями. Да, это возможно, не техническая инвентаризация в силу понятия по нормативным требованиям, но все-таки это данные, которые при необходимости управляющая может проверить, сделать несколько замеров и проверить, правильно или неправильно все сосчитано. То есть вот таким образом работаем. Да, но когда дом большой, многоквартирный, то достаточно сложно это все сосчитать, если нет какой-то документации, подтверждающей вот эти площади. Да, а вот даже вернемся к тому, что дома у вас в управлении старые, и проводятся вот эти общие собрания, бывает там присоединяя часть личных клеток, еще что-то. Каким-то образом вот вам эти сведения поступают от общих собраний, что изменилась площадь? Да, да. То есть это вы все фиксируете в своих реестрах? Да, фиксируем. Но если выявляем, то есть, ну это не касается перепланировок, у нас зачастую бывает, что собственники здесь делают перегородки, отгораживают себе часть общедомового имущества. И мы также пишем предписание по предоставлению решения общего собрания собственников. И там уже сам собственник, который вот присовыкупил себе часть имущества общего, он уже сам выходит и голосует. Вот конкретно вот по такому случаю, потому что тоже часто в старых домах вижу, что, ну, наверное, до 90-х годов где-то, да, что вот на две квартиры этот коридорчик отгорожен. Вот какая практика положительного исхода? Большая, как говорится, вероятность, и много очень случаев, когда, конечно, принимают решения, собственники разрешают. То есть вот эти, ну, там, несколько квадратных метров вы уже делите на те квартиры, кто присоединил? Нет, нет, они как бы все равно, пока, если собственники не внесут данную площадь в свой индивидуальный техпаспорт квартиры, она все равно считается общедомовой. Не все торопятся это сделать, и, конечно, никому это не нужно. Но скажу тоже из практики, что такое не сделать, потому что у нас в каждую квартиру по закону должен быть свой выход с мест общего пользования. И вот этот коридор, если это одна квартира присоединила, да, возможно, она включит это потом, площадь квартиры. А если этот коридорчик на две квартиры, ну, это не сделает. Это просто будет пустая отрата времени. Вот, но у нас случай сейчас, и собственник судится, не знаю там с кем, но бабушка в свое время присоединила, внесла вот этот коридорчик, который она отгородила общедомовой, там, 5 квадратных метров, себе в площадь, в квартиру, сейчас не хочет за него платить, ни отопление, как говорится, ни содержание. Ну, может быть, мы даже говорим об одном и том же клиенте. Был у нас в практике, ну, лет 5, наверное, назад, такой же аналогичный случай, мы все объяснили популярно, ну, заказчик потом пропал, возможно, это та бабушка и есть. Может быть. Недвижимость. Просто о сложном. Авторская программа Натальи Ашихминой. Следующий вопрос я хотела задать по земельным участкам, но так как вы уже на часть моего вопроса ответили, также хотелось бы услышать ваши комментарии по вопросу, часто ли, например, вот у вас возникают споры по границам между соседними домами, но бывает ведь, что соседи не только многоквартирные дома, но если там дом небольшой, то может быть частник, может быть какая-то коммерческая недвижимость. Возникают ли вопросы спорные по границам? Ну, пока вот именно по границам спорных вопросов не было, то есть никто не оспаривал свои границы при домовой территории. В основном споры – это размещение какого-то общедомового имущества на чужом участке. То есть там соседний дом, например, размещает детскую площадку не на своём участке, а, конечно, вот в этом случае в практике у нас есть и судились, и высудили, и пришлось соседям свою площадку убирать. А сами границы никто не оспаривал ещё пока у нас. А вот поступают ли к вам запросы о размещении на территории ваших домов объектов НТО? Потому что сейчас такой тоже глубокий вопрос, часто про него спрашивают. Но ко мне вот лично к нам не обращались ни разу за помощью вашей практики, если что, на территории вашего дома хотят поставить киоск по продаже фруктов. Да, конечно, конечно. И каким образом тогда вы там размещаете, какая документация оформляется? То же самое решение общего собрания собственников. Тоже со стопроцентным? Нет, там две трети, то есть более 66,7 процентов. Но это уже сами собственники, которых хотят разместить. Этот нестационарный торговый объект тоже проводит собрание. Собственники принимают решения, получают арендную плату, как в плюс для содержания дома. Это на нужды дома. Да, это на нужды дома всё идёт. Буду знать, к кому обратиться, когда за советом, если ко мне поступят с такими вопросами. Ещё вопрос. Да, все мы знаем, что сейчас управляющая компанией работают с программой ГИС ЖКХ. И все сведения, в том числе о характеристиках технических жилого дома, заносятся туда в обязательном порядке. Например, там площадь участка, площадь дома, площадь мест общего пользования. Из каких источников берёте информацию туда и требуется ли с какой-то периодичностью подтверждать её там или обновлять, или ещё что-то? Из источников это, опять же, технический паспорт дома, это публичные источники, это Росреестр. Та же самая площадь участка берётся оттуда по кадастровому номеру данного участка. В основном данные заносятся, обновляются с периодичностью, если поступает какая-то информация, что что-то изменилось. То есть такого, что как бы мониторить постоянно. Да и там такие сведения, которые в принципе не меняются, так скажем, стабильны, вот что касается и площади домов, и мест общего пользования, и площади земельного участка. Только в случае каких-то экстренных там мероприятий может быть что-то изменено. Но в основном вот это вот так происходит. Хорошо. И, наверное, вот последний вопрос, с которым у нас есть время побольше поговорить, вопрос по организации общедомовых собраний. В силу профессиональной деятельности с этим мы тоже очень часто сталкиваемся. И вот в моём понимании, например, что общее собрание возможно провести, когда там хотя бы от 50 до 70 квартир, при условии, что все жители адекватные. А у нас же ещё попадалось и муниципальная собственность, и федеральная, и всё. В настоящее время с 1 марта в силу закона у нас по запросу стороннего лица они выдают в выписках ЕГРН фамилия данная собственника. Там выдают только данные документа, и собственника выдадут, если это юрлицо. И данное сведение может получить только собственник на свою квартиру, если у нас в доме 50. Вопрос такой тоже и судебную практику смотрел, и всё. Может ли инициатор собрания запросить данные сведения у вас в управляющей компании, потому что всё равно вы ведёте реестры собственников там с указанием документов? И насколько актуальна информация в этом реестре, и каким образом вы её там обновляете? Вот несмотря на то, что законодательство у нас изменилось с 1 марта, и мы не можем получить выписки из Росреестра, обязанность по предоставлению реестра собственников инициаторов собрания с управляющей компанией никто не снял. Соответственно, на данный момент сведения там будут только те, которые были на 1 марта 2023 года. И такой именно реестр мы и выдадим собственнику при проведении общего собрания. Как я вижу выход из данной ситуации? В связи с тем, что у нас в любом случае на очном собрании не бывает курума, и в основном все собрания заходят в заочном формате, то есть в бюллетене заочного голосования сам собственник должен представлять свои актуальные данные по свидетельству о праве собственности. И таким образом мы сможем обновлять свой реестр собственников, получая вот эти бюллетени заочного голосования. Также будем пользоваться, опять же, активными собственниками, соседями, которые хорошо знают, кто у них въехал, кто выехал, и, соответственно, уже у вновь приехавших жителей запрашивать документы о праве собственности. Потому что сами собственники не ходят в управляющую компанию, они продают квартиру, покупают квартиру, но в управляющую компанию не сообщают об этом. У них нет такой обязанности. Нам сейчас получается взять это неоткуда. Поэтому вот таким образом будем запросы направлять при выявлении информации о смене собственника и формировать более-менее актуальные реестры, потому что не дали нам такого сейчас, как говорится, права получать эту информацию, а обязанность с нас по предоставлению реестра никто не снял. То есть работа с 1 марта у вас прибавилась? Прибавилась не только у нас, но и у собственников. То есть если мы раньше могли, например, именной бюллетень сделать сразу, с фамилией, с ельцом праве собственности, человеку надо было только проголосовать, то сейчас однозначно собственник будет самостоятельно заполнять эту информацию для того, чтобы у нас тоже была какая-то возможность актуализации. Но ведь у нас же часто бывает, практически, наверное, в каждом доме, что в квартире может проживать не собственник, а арендатор. Да. А собственник даже вообще не в Кирове, и место жительства его неизвестно. В таких случаях как быть? Мы формируем в таких случаях базу данных телефонных номеров. То есть у арендаторов запрашиваем телефонный номер собственника для возможности с ним связаться. И, соответственно, уже у него получаем данную информацию. И по голосованиям то же самое вот так же делается. То есть связываемся. Собственники зачастую голосуют у нас удаленно. То есть мы посылаем там бюллетень собственнику, где бы он там ни находился, он точно так же заполнен и посылает нам по электронной почте. Вариантов не так много, но они есть. То есть у нас... Да, вот мы так же ищем. Так скажем, когда нас ставят в какие-то условия, мы всё равно находим какие-то возможности для того, чтобы выполнять обязанности свои, в том числе по законодательству. Ну и готовится сейчас, опять же, законопроект, который позволит, насколько я знаю, именно управляющим организациям получать каким-то образом данное сведение. То есть посмотрим. В этом же даже вот в ГИС ЖКХ как бы хотят размещать вот эту информацию по собственнику. Ну даже вот мы, когда к нам обращаются с вопросами помочь в проведении общедомовых собраний, в первую очередь я всегда задаю вопрос. Какая у вас управляющая компания? В каких вы с управляющей компанией отношениях? ТСЖ, управляющий или ещё что-то? И всегда рекомендую тоже в первую очередь заручиться поддержкой управляющей компанией. Ведь я правильно понимаю, что вы тоже с определённой периодичностью в силу требований вашей деятельности проводите эти общедомовые собрания. Если собственник изъявил желание затронуть несущие стены или места общего пользования присоединить, он просто может свой вопрос включить в повестку дня вашего собрания и несколько вопросов за один раз решите. Конечно, конечно. То есть мы даже, бывает такое, что их накапливаем, данные вопросы, и потом при проведении отчётного собрания управляющей организации их туда все и включаем. Поэтому, да, с управляющими компаниями надо дружить. Обязательно. На этом, наверное, всё. Благодарю, что приняли моё приглашение, пришли, пообщались и ответили на мои вопросы. Подведём итоги, что если вы задумали, как собственник, перепланировку своей квартиры, если актив вашего дома хочет установить шлагбаум, какое-то благоустройство изменить, это всё равно в первую очередь нужно идти в управляющие компании. С управляющими компаниями надо дружить, надо их любить. На этом всё. Всех благодарю за то, что вы нас слушали. Пока-пока. До свидания. Недвижимость просто по сложному. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова